Сегодня у нас очередное заседание 50 вопросов Сегодня юбилейная такая дата Хотя я думаю, что будет рассмотрено Ну максимум 16 Среди этих 50 Есть 8 наших законов Но мы хотели бы сказать Несколько других вопросов Учитывая, что из этих 50 Максимум 4 на принятие Все остальные Это большинство посчитало Неважным, хотя с нашей точки зрения Закон о государственном Регулировании цен на Бензин и дизельное топливо Он актуален для всех Причем, что интересно Норвегия, Азербайджан Которые также являются Серьезными нефтедобывающими Странами, у них есть закон О государственном регулировании цен И как вы знаете Они у них значительно дешевле, чем у нас Как и фонд национального благосостояния У них работает на то, что у них фактически Бесплатное реальное образование Здравоохранение И очень серьезная поддержка Спорту, как детскому, подростковому Так и Профессиональному У нас же с вами получается так В принципе, интересный рынок Нефть растет, на заправках бензин растет Нефть падает, на заправках она ни разу не падала И у нас, видите, вице-премьер Ну, на данном этапе Дмитрий Николаевич Казак Там по три дня уговаривает Нефтяные компании А почему, спрашивается Ну, если мы Добываем сегодня нефти и газа Больше, чем в Советском Союзе То с какой стати наши граждане Должны, во-первых, платить больше И с какой стати государство Ну, свою ренту не хочет брать А об этом можно говорить Почему? У нас так называемые голубые фишки Кстати, не только нефтегазовые Не платят даже положенные По постановлению правительства 50% от прибыли дивиденды государства То есть, интересное дело Государство вроде там есть И когда надо брать Бесплатные или льготные кредиты То государство, пожалуйста Как только надо отдать от себя Спроса нет Ну, получается, что, наверное, Есть некая аффилированность И, наверное, это приводит к таким последствиям Но нас беспокоит вопрос Постепенного перетока Из частных рук В иностранные Серьезных наших компания Вы уже знаете, что мы Уже 4 недели назад Несли постановление О необходимости Неплановой Полнокровной проверки Соответствия Российскому законодательству Переоформление Юридического статуса Трех компаний Принадлежавших Известному предпринимателю Дерипаска Вы знаете, что В связи с принятыми Августовскими санкциями И законом США О санкциях Дерипаска пошел на соглашение И, в принципе, согласился с тем Чтобы уменьшить Своё присутствие В пакетах акций С 70 до 45 И изменение состава Совета директоров Теперь в Совете директоров Из 12 членов Совета директоров 8 это американцы и англичане Причем согласились На такое даже кабальное условие Чтобы отдать под контроль Агентство по управлению Иностранными активами Минфина США В общем-то И решение на определение Юрисдикции регистрации компаний То есть сегодня Даже если захотят Зарегистрироваться в российской Юрисдикции То без согласия Минфина и Сената США Такой процедуры не будет Но больше всего Нас возмутил тот факт Что Геннадий Андреевич Выступая на заседании Государственной Думы При открытии Думы В принципе выразил Своё несогласие И Дерипаска подал в суд И нас, в общем-то Очень удивляет Позиция суда Которые хотят В принципе административный вопрос О взыскании Одного миллиона рублей За якобы нанесённое Ущемление чести и достоинства Рассматривать В гражданском суде С нашей точки зрения Это вообще игнорирование Положений Конституции Закона о статусе депутата Который определяет Специальный порядок И в принципе Даже если Руководителя фракции Кстати, его защищает Также закон о политических партиях Если не ошибаюсь Статья 8 Фактически Ну, делается попытка Закрыть рот Даже политическим Деятелям Руководителям партии Мы с этим крайне не согласны Сегодня будем настаивать На внесении Нашего проекта Постановления И парламентского запроса О необходимости Проверки Внеплановой Проведённой процедуры И соответствует Национальным интересам Российской Федерации Я вам напомню Что эти три компании Они в принципе Производят 70% Алюминиевых сплавов Российской Федерации И в данной ситуации Получается, что у нас Вроде в эфире Мы боремся И нашим Самым Ярым оппонентом Является США А мы в их юрисдикцию Отдаём фактически Управление Всеми алюминиевыми Активами страны Или больше её части Ну и конечно же Нас очень беспокоит И возросшее Юридическое давление На других наших Активистов Депутатов Сложилась совершенно Неприемлемая Дикая ситуация В Ульяновской области Вчера По решению Судей Ленинского Суда города Ульяновска Гайнулова На 7 суток Были арестованы Депутаты Законодательного собрания Ульяновской области От КПРФ Кузин И Гурьянов В чём же заключается Вина этих депутатов Я подчёркиваю Депутатов Областного парламента В том Что полтора месяца назад Они приехали В прокуратуру Области И попросили Встречи с прокурором Области Охранник Который охранял Здание прокуратуры Ответил отказом Тогда они стали Настаивать на встрече С дежурным прокурором Который должен Находиться на месте Им также было Отказано В этой встрече Был вызван Наряд полиции И была попытка Не допустить Наших депутатов До работников Прокуратуры Надо отметить Что депутаты Не нарушали Общественный порядок Не входили В здание прокуратуры Находились около Металлоискателя И действительно Требовали встречи Чтобы осветить Серьёзные проблемы Которые сложились В Ульяновской области С точки зрения Законодательства По обеспечению Лекарственными средствами Жителей региона Прошло полтора месяца И вот вчера Неожиданно Депутатов Приглашают В районный суд И на судебном заседании В том числе Не заслушивая Свидетелей Со стороны Наших депутатов Суд принимает решение Об административном аресте На 7 суток Причём Хотел бы отметить Что даже Не признавая Правомерность Принятого судебного решения Административный арест Фактически является Высшей формой Ответственности По статье Которую Инкриминировали Нашим депутатам Неповиновение Действиям Сотрудников полиции Мы считаем Что на самом деле Сотрудники прокуратуры Нарушили Закон о прокуратуре Нарушили Требования Закона О статусе депутата Законодательного собрания Ульяновской области Мы считаем Что данные действия Являются Политически Мотивированными Вы знаете Что на сентябрьских Выборах 18-го года Коммунистическая партия Российской Федерации Победила По партийным спискам На выборах Депутатов Законодательного собрания Ульяновской области Коммунисты Набрали Подавляющее Большинство Голосов На выборах Депутатов Города Дмитровграда И сейчас Региональные власти Таким образом Пытаются Свести счеты С нашими Товарищами Мы Сегодня Подаем Апелляцию В областной суд Так как Считаем Что Данное Решение Неправомерное И является Несоразмерное Учитывая Ситуацию Которая Сложилась Мы Обращаемся К генеральному прокурору Российской Федерации Чтобы он провел Служебную проверку В отношении И прокурора Ульяновской области Хуртина И дежурного прокурора Пантелеева Подчеркиваю Дежурный прокурор Пантелеев По тем материалам Которые были Предоставлены В суде Именно он Вызвал полицию То есть он Отказался Встречаться С депутатами Но по всей видимости Находясь в прокуратуре Вызвал полицию Чтобы не допустить Этой встречи Мы Обращаем Внимание Председателя Верховного суда Российской Федерации Лебедева На работу Ленинского суда Города Ульяновска Мы Считаем Что Непринятие Во внимание Смягчающих мер А Отсутствие Отягчающих мер И Которые Принял судья Не являются Правомерными И считаем Что Вполне возможно В Ульяновской области Оказывается Давление На судейское Сообщество Мы Расцениваем Преследование Наших депутатов Гурьянова И Кузина Это Одна из Форм Давления На депутатов Коммунистов Вы знаете Что идет Совершенно Беспардонное И совершенно Незаконное Преследование Депутата Коммуниста Бессонова Николай Васильевич Говорил о том Давление Которое Оказывается На Лидера Нашей партии Геннадия Андреевича Зюганова Мы Видим Те информационные Юридические Волны Которые Идут Против Нашего Народного Кандидата Президента Павла Николаевича Грудинина Но Мы Уверены Что Правда Восторжествует Мы Уверены Что Необходимо Восстановить Законность И порядок Во всей Стране Но в том числе И в Ульяновской Области И будем Всеми Законными Метами Защищать Наших Товарищей Уважаемый Коллеги Хотелось бы Добавить Тот факт Что и Конституция И закон о статусе Он дает Две главных Преференции Депутатов Иметь Политическую Неприкосновенность На политические Высказывания Я повторю Вам Три статьи Закона о статусе И отдельная Статья Конституции Российской Федерации Это гарантирует И вторая Первоочередной Прием У любого министра Прокурора Или другого Государственного Служащего В данной ситуации Получается Что идет Произвол Я скажу Вам и добавлю В Ростовской Области На прошлой неделе На 20 тысяч Был оштрафован Депутат Городской думы Города шахты Калинин Который В принципе В своем округе Встречался С избирателями После отравления Питьевой водой 60 избирателей Это ему Инкриминировали Как митинг В то время Как ни прокурор Ни другие органы Не приняли Никаких мер По пресечению Вот такого Противоправного Действия И привлечения Виновных В том Что вода Оказалась Отравлена Ну и конечно же Необходимо отметить Что вот этот Судебный произвол По нашему мнению Он производит Из-за того Что у нас Уже перезрела Необходимость О введении Выборности Судей Потому что Когда судью Назначает Один вышестоящий То тогда Телефонное право Приобретает Беспрецедентные Размеры А если бы Судья Хотя бы Один раз в пять лет Был переизбран Да мы понимаем Что судейское Сообщество Необходимо Иметь определенные Критерии Но в данной Ситуации Если вы Пообщаетесь С любой категорией Граждан Хоть просто Избиратели Хоть предприниматели У нас Первым пунктом Является Отсутствие Необходимого Необходимой Конкуренции В судах И в принципе Положение о том Что судья По собственному Смотрению Может принимать Решение Приводит вообще К упрощению Исправление Права Понимаете как И к произволу И такие решения Все больше Это не стимулирует Вообще-то Объективность Справедливость И в нарастающем Кризисе Может привести К очень печальным Последствиям